Помните то время, когда в Постопе было много-много-много сюжетов? Было такое время. Потом большое количество сюжетов поменялись на небольшое количество сюжетов о деятельности дилерских центров. И некоторое время мы так существовали. Скажем честно, работа эта у меня более напрягала, чем постоянный поиск чего-то нового. И вот мы перевернули страничку и вернулись к истокам. Потому что необходимо же всему городу дать возможность подышать и показать, что все работают. И я начал потихонечку срезать город с запада на восток. Улица Советская. Советская 113. Пересечение как раз с границы Ленинского района. Место, где есть автомобильные магазины и уже известные. Но они уже настолько загорделись, что для них достаточно небольших сюжетиков в автомобильных газетенках. И у них все, камильфо. У нас же другая задача. Показать вам, что и здесь можно найти что-то новенькое. То, что накормит ваш автомобиль дешевыми автомобильными запчастями. Потому что, ну не все ездят, как я, на американцах. Есть и те, кто предпочитает европейцев. А вот в это придется просто поверить. Сказка о том, что иномарки не ломаются, это сказка. Если я вам буду перечислять все, что пришлось заменить за последние 15 лет эксплуатации иномарок, грустно станет. Но в одном иномарке дают фору. Первые 5 лет эксплуатации в них в действительности заглядываешь меньше. Но заглядываешь. Вообще, по сути, сверхнадежных автомобилей-то не так уж и много. В остальном, надо понимать, что если не сломалось само, то обязательно сломают кривые ручки или мозги. Но поскольку 50% автов в Магнитогорске не имеют прописки в России, то с ними надо что-то делать. В смысле, делать их надо быстро, а не заставлять владельца пешим ходом думать о том, зачем он купил иномарку, когда хватило бы на две наших. А вот для этого есть такой дивный автомагазин по советской 113, заточенный как раз на том, что любят магнитогорцы. Это, конечно, хорошо, что у нас появилась возможность выбора, брать иномарку или брать отечественный автомобиль. Но все-таки 21 век, 2 десятилетие, понятно, что ломается все. Что ломается в иномарках? В иномарках ломается все так же, как и в наших автомобилях. Ходовая часть, двигатель, кузовщина. В нашем магазине есть полный выбор запчастей в разных ценовых диапазонах. Все зависит от вашего желания и от ваших материальных возможностей. Мы прекрасно понимаем, что дилерские центры, они заточены на зарабатывание денег, в том числе и на постпродажном обслуживании. Космические цены. И так часто случается, что человек, придя туда, купив машину, попав на ТО, влетает в копеечку. Ну вот, к примеру, термостаты, потом ремни натяжения, что там, помпы, все это есть? Да, есть все в наличии. Дилерские центры, безусловно, создают проблемы для удобной эксплуатации импортного автомобиля. Но с этой проблемой можно справиться, если покупать запчасти у нас. У нас есть это все гораздо более низким ценам и более широкий выбор, опять-таки. Что делает, опять-таки, более удобной эксплуатацией вашего импортного автомобиля. Ну и то, что мы любим. Россия очень любит Ford, Россия очень любит Renault. Россия обожает Skoda. Это все-таки будущий автомобиль Олимпиады 2014 года. Ну и, естественно, Volkswagen. Вы заточены именно на эти направления? Да, это основные направления. Ford, Renault, Skoda, Volkswagen. Ну, также Audi, Seat. Ну и мнение специалиста, уже как человека, который давно продает автомобильные запчасти. Ремень порвался на Renault, допустим, да, клапана загнули им. Что делать? Волосы на себе рвать? Нет, в принципе, ситуация достаточно рядовая. Люди не учитывают, что есть разница в эксплуатации автомобилей между Европой и Россией. И случаются такие ситуации, что ремень обрывается и гнет клапана. Но это не смертельный случай. Легко это все восстанавливается. Есть наличие клапана на все двигатели. На 16-клапанные, на 8-клапанные, ремни и ролики. И также прокладки ГБЦ, клапанных крышек и выхлопных и впускных коллекторов. Итак, когда пробежит мохнатый сибирский зверь, в словах вашего слесаря, с ума сходить-то и не надо. К примеру, далеко не конец подвески, если порвался пыльник шруса. Совсем не стоит отчаиваться, если рухнул датчик давления масла. Температура охлаждающей жидкости или положение коленвала. Если машина перегревается или не разогревается. Если свечки нужны, поджигающие нашу ослиную мочу. Прокладки всякие, фильтров все, ремни, помпы, сайлентблоки и рулевые наконечники. Оказывается, есть все, но не на все. Мы вам производителей вроде перечислили. То есть вся Европа и никакой Азии. Вся недорогая Европа без мерседесов там и бумеров. Эти, кстати, своими вечными поломками после смерти автомобиля из металла, тоже развеяли мифы о надежности иномарок. Так что с трудом, но понимая, что вечного-то и нет, выбирая правильный магазин с запчастями в наличии, покупаем себе авто. И все-таки давайте привыкать к тому, что мы будем ездить на недорогих машинах. Ну что ж, в этом ничего плохого нет. Я был в Таиланде, в Индии, в Турции. Да, там тоже защищают отечественные производители. И больше 600-й мерседес вы в таких количествах, как ранее, на дорогах не увидите. Хотя, честно говоря, и ранее их было не очень-то много. Ну, станги, это тоже до свидания, к сожалению. Ну, а что делать? Вам нужна машина, которая будет экономично перемещать из точки А в точку Б. И у нее будут запчасти в большом количестве и в ассортименте. Потому что, хотим мы того или нет, но общая тенденция к стандартизации присутствует. И поэтому содержание иномарки, это не есть очень дорого. Если у вас под боком, к примеру, вот здесь, на советской 113 появляется вот такой замечательный магазин, как Auto House. И теперь уже у владельцев Ford, Renault, Skoda и Volkswagen нету необходимости волосы насибирвать, если у вас что-то мелкое наверно, потому что все мелкое есть в наличии. И даже крупное. Но, чтобы не влетать по-крупному, вам надо все-таки учиться эксплуатировать свой автомобиль грамотно. Свечки, фильтра и масла менять вовремя.